Ситители библиотек снова имеют возможность бродить возле стеллажей с книгами в поисках понравившейся. До недавнего времени этой возможности книголюбы были лишены из-за ограничительных мер. Каждый следующий звонок в библиотеку – просьба о записи для посещения, и каждый из звонящих кладет трубку, радостно улыбаясь. Библиотекари сообщают, что теперь прийти к ним можно и без записи. Наконец-то нам разрешили работать почти как раньше. То есть самое главное, то, чего читателям больше всего не хватало, это возможность выбирать книгам самим. Последнее время, как у нас было, читатели подходят к кафедре. Кафедра стоит практически у входа. Все там, они останавливаются. Книги придают нам в пакете полиэтиленовом. Этот пакет уходит на пять дней в карантин. В фонд мы никого не пускали, только спрашивали, что бы вы хотели почитать. Ну, понятно, что мы предпочтения какие-то уже знаем. Из фонда выносили сами книги, опять же, в пакеты вот так передавали. Понятно дело, люди, которые любят библиотеки, для них самый интерес – это ходить, копаться в полках, на стеллажах. Все это мы сами по себе, сами это прекрасно знаем. Вот. Теперь у них эта возможность появилась, но, ну, маленькие эти ограничения остались. Понятное дело, что обязательно присутствие в библиотеке в маске, обязательно в перчатках, тем более, когда выбирать будут книги в фонде, конечно, чтобы руки были защищены. Вот. Ну, от этих аксессуаров мы все долго еще, наверное, не избавимся. Вот. Но, тем не менее, радуется каждый, кому не скажет, что наконец-то теперь уже не нужно записываться, можно приходить. Ну, все как раньше, плюс только просим маску и перчатки. Остается пятидневный карантин на принесенные читателям книги, после чего они возвращаются на полки. А богатый книжный фонд библиотеки позволяет не замечать их отсутствие. Тем более, что в книжном семействе заметно прибыло. Библиотекари закупили новинки. Новинки мы всегда стараемся подобрать, вот, но на любой вкус, даже, наверное, не то, чтобы вкус, но вот есть люди, которые просят что-нибудь полегче. То есть, я устал, у меня настроение плохое, мне хочется отвлечься, не хочется думать. Ну, вот так просто про жизнь что-нибудь легенькое почитать. То есть, ну, вот есть такие книги, конечно, мы берем. Ну, и есть книги, обязательно стараемся выбирать те, которые уже на подумать, те, которые душу чистят. Ну, вот такие книги обязательно есть. И в этот раз мы их тоже привезли. Новые книги всегда пользуются большой популярностью у посетителей. Сегодня их бережно расставляют на полки, а завтра они уже будут полупустыми. Держать в руках книгу, еще пахнущую типографией, и осознавать, что читаешь ее первым, ни с чем не сравнимое удовольствие. Бальзамом на душу проливаются и эффектные обложки, и интересное содержание. Про любовь, про жизнь, про время, прошлое, настоящее и будущее. Книги на любой вкус и возраст. В настоящее время библиотекари озадачились идеей создания фотовыставки, которая, опять же, будет интересна людям разных возрастов. В принципе, библиотека же всегда работает, главное, на поддержании вот этой связи поколений, связи времен. Но как-то, при том, это получалось само собой нечаянно, потом мы уже поняли, как оно идет, и теперь стали эту цель себе ставить вообще в любых своих проектах. То есть у нас, даже если проследить, самые наши, значимые, самые известные проекты «Родной земли многоголосия», мы знакомим с нашими известными земляками, которым юбилеи достаточно солидные. И это люди, которыми мы можем гордиться, о которых хочется рассказывать молодому поколению. То есть вот раз. Потом в прошлом году, в 20-м году, вот с вами вместе мы делали проект «Назад и в будущее», опять же показывали, как было раньше, как стало сейчас, люди, какие были, какие стали. То есть вот все это мы стараемся поддерживать. Ну и «Суждение», естественно, три поколения обсуждают одну книгу. То есть вот этот вот диалог поколений очень важен. И вот мы его решили к самому Ленёву тоже подвязать. В этом году хотим сделать... Ну, до конца он еще не продуман, но и до конца я не буду даже, если был бы продуман, все равно не стал бы раскрывать все равно все секреты. Но мы готовим вот новый проект «Прошлое Ленёва». То есть мы как раз и сам поселок хотим показать, каким он был, какой стал. Вот буквально вот эта вот улица, вот этот вот дом. Много фотографий у нас уже есть. И я вот посредством вас хотел бы обратиться к ленёвцам. Те, у кого есть старые фотографии, приносите нам их, пожалуйста. Мы тут же при вас их отсканируем, вам отдадим. Это вот ничто не потеряется. Фотографии, пусть там даже люди будут, но главное, чтобы это был какой-то двор, какой-то дом. Так, чтобы интересно было подумать, повспоминать, где это было. Потом пройти туда сфотографировать мы сами сможем, потом покажем, как вот сейчас стало. Ну вот хотим такую штуку вспомнить и с помощью ленёвцев это осуществить.